Продолжаем репортаж с выставки Салон Камина 2011. Мы вновь на стенде компании Кокамин. Здесь, конечно же, представлены классические модели, топки, отдельно стоящие камины, печи-камины. Но наши зрители канала помнят, что в прошлом году мы анонсировали выход банной печи от компании Кокамин. И в этом году они вновь привезли на выставку уже обновленную модификацию той печи, которая была представлена в прошлом году. Под новым именем и в новом обличье. Я вновь попрошу Владимира рассказать об этом изделии. Так что вперед! Модель называется Медведь 30. 30 это... Количество лет медведем. Да, он возрастной, очень большой, очень мощный, очень сильный. Ну и 30 это кубические метры, объем парной. Что еще нужно сказать про эту модель? Существует несколько исполнений облицовок. Топочная часть у нас одна. А это полностью чугунная, цельнолитая печь. Облицовки, которые сделаны для нее, они либо металлические, либо у нас еще одна облицовка есть в камне змеевика. Чем еще отличаются модели? Помимо дизайна. Вот именно эта модель называется Медведь в лесу с дверью Гранд. То есть очень большая дверь с огромным стеклом. Очень хороший обзор огня. Также на этой двери у нас есть регулировка подачи воздуха на горение и регулировка на систему очистки стекла. Даже в банной печи мы предусмотрели данную функцию. Печь очень большая. Если мы посмотрим внутрь, то поления длиной до 50 сантиметров абсолютно спокойно помещаются внутрь. И горение происходит именно внутри печи, не в туннеле. Что подчеркивает, что действительно очень большая и мощная эта печь. Мощность данной печи 25 киловатт. В данном исполнении это печь с закрытой каменкой. Также помимо этого мы можем предложить аналогичную модель и с вариантом открытой каменкой. Но она будет уже меньше ростом, потому что на печь устанавливается короб закрытой каменки, да? Да, совершенно верно. Как бы увеличивает несколько ее объем. И чуть дешевле она будет стоить вот этой модели. Безусловно, да. Еще не сказал о том, что вес данного изделия 312 килограмм. Это именно модель с закрытой каменкой. Если говорим про открытую, аналогичная модель весит 260 килограмм. Согласитесь, вес очень-очень немаленький. Да, и в прошлом году показывали печь с составной топкой. А в этом году уже топка цельнолитая. Топка цельнолитая, чугунная. И здесь на стенде мы не скрываем ничего и показываем нашим покупателям, какая толщина чугуна в данный момент у наших изделий. То есть здесь вы выбрали одну из топок, просто ее распилили. Просто распилили и показываем толщину. То есть, чтобы у наших покупателей не было сомнений по поводу качества наших изделий. Ну да, здесь объемная топка. Да, очень большая, очень большая, очень мощная. Отдельно вставляемый зуб-отбойник. Совершенно верно. И огромный просто коллектор дымосборника, вокруг которого будут укладываться камни, и они прогреваются до очень высоких температур. Да, вот если мы возьмем, к примеру, еще раз, вот эту модель, «Людведь в лесу» с закрытой каменкой, то здесь в данный момент кварца положили еще 250 килограмм. То есть здесь у нас фактически находится печь весом полтонной. А давайте с обратной стороны на эту печь посмотрим. Конечно, конечно. Мы можем и сбоку посмотреть, и с обратной стороны. Владимир, то есть печь довольно массивная, сама по себе, и масса укладывающих камней тоже около 250, почти 300 килограммов можно в нее заложить. Это означает, что под нее лучше подготовить фундамент, потому что печь такая серьезная, солидная. Да, она весит практически как любой готовый камин, а под камины всегда положено делать фундамент. Владимир, ну все же, кто ваш основной покупатель? На какие парные рассчитаны эти печи? Мы считаем, что такие печи премиум класса, конечно же, подойдут покупателям, кто хочет получить большую, мощную чугунную печь, свою парную, либо, как вариант, мы рассматриваем использование данных изделий в коммерческих банях, например. То есть не исключаете такую возможность? Мы не исключаем, да. Мы считаем, что она вполне справится со своими обязанностями на 5 баллов. То есть это какая-то клубная баня с большой парной, либо с несколькими парными, в которых можно установить такие печи. Да. Давайте сейчас еще немножко поговорим об элементах печи. Вот в первую очередь меня интересует вот эта заливная горловина, которая имеет такой необычный вид для банных печей. Да. Находится она на крышке, и в ней проделана перфорация для того, чтобы, видимо, либо из этой перфорации выходил пар, либо же, может быть, воду можно сюда дозированно подавать? Даже нужно. Даже нужно подавать воду дозированно. Больше того скажу, что если мы заглянем внутрь, то у нас есть вот здесь вот такой вот элемент, который можно поставить или снять, который отвечает как раз за распределение воды, которую мы можем подать, а можем не подавать на камни. Ну, то есть вы предлагаете потребителю еще возможность получать разные кондиции пара в зависимости от его предпочтений? Безусловно. Безусловно. Ну, если мы резюмируем вышесказанное, то сейчас в базовой комплектации мы имеем 4 печи, правильно понимаю? Да, совершенно верно. 4 печи, все они одинаковой мощности, 30 кВт, рассчитываем на объемы парилок, это уже от 30 кубов, наверное, до 50 можно будет уже... Наверное, да. Базовая комплектация – это конвекционная печь с закрытой каменкой, с металлическим кожухом-конвектором, печь с каменной облицовкой из змеевика и два варианта сеток. Два варианта сеток, классическая ковка, которая уже завоевала определенное количество потребителей, и хай-тек. Хай-тек – это наша идея. Мы считаем, что тоже определенное количество потребителей выберет именно этот вариант. А у нас для наших зрителей есть небольшой сюрприз. Есть кадры с производства. Мы посетили недавно завод Экокамин и видели, как собирают эти печи. Очень интересно. Так что следите за новостями на нашем YouTube-канале, читайте наши социальные сети, обязательно все покажем и расскажем. Я вновь поблагодарю Владимира за подробный рассказ о новинке, которая наверняка будет знаковой для их компаний. Долгие годы компания Экокамин занималась тем, что представляла интересы зарубежных производителей в России, затем начали производить собственную продукцию, каминные топки, камины, и вот сейчас обратили свой взор на такой большой рынок, как банные печи. Я вам желаю удачи. Спасибо. Мы всячески будем вам в этом помогать. Успехов вам и процветания. Спасибо большое. И вам всего самого наилучшего. До новых встреч, друзья. Счастливо. Всего хорошего.